В эти выходные гнев митингующих был направлен в том числе на местных чиновников. Под раздачу попал вышеджи горожанам министр здравоохранения Александр Витько, а еще раньше возмущения были в сторону мэра города Сергея Кравчука. Поводом стала фраза из интервью федеральному СМИ о том, что некоторые горожане ходят на митинги за деньги. Репортаж Антона Примачева. Комсомольская площадь, старейшая в Хабаровске, в 30-х годах прошлого столетия называлась Красной, до революции Соборной. Именно здесь, на прошлой неделе, репортеры BBC и радиостанции «Эхо Москвы» брали интервью у мэра Сергея Кравчука. Именно здесь им были сказаны слова, что некоторые протестующие ходят на митинги за деньги. И это крайне возмутило хабаровчан. Наша съемочная группа в этом разговоре была наблюдателем. Оператор выполнял свою задачу. Звук ему был не важен, он просто набирал видеоряд. Полный комментарий мэра был зафиксирован случайно, не вырван из контекста. Вот 40 секунд беседы, чтобы было понятно, как на самом деле мэр относится к протестующим. Я поддерживаю выбор тех избирателей, которые голосовали за Сергея Ивановича. И они сегодня высказывают свои... Ну, это эмоционально. Это эмоционально, это присуще каждому человеку. И я считаю, что это нормально. Они высказали, сказали. Но давайте мы рассмотрим другую сторону вопроса, где сегодня уже пытаются мирную эту акцию перевести в плоскость политическую. То есть в последнее время мы наблюдаем уже одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги. Ведут себя неадекватно. То есть они уже сегодня работают за деньги. То есть речь шла о каких-то отдельных провокаторах, о которых говорят и в правительстве, и в законодательной думе. Например, об оппозиционных блогерах. Вместе с тем у мэра есть право обратиться к силовым структурам и настоятельно попросить их остановить митинги. Тем более для этого есть реальная причина – коронавирус. Но он до сих пор этого не сделал. Я был в полной уверенности, что окей, если здесь проходит несогласованная акция, то здесь, наверное, должны быть какие-то космонавты, дубики, что-то такое. Просто ничего не было. К выводу, что местная власть уважительно относится к протестующим гражданам, пришел журналист интернет-издания «Медуза». Продавщицы в Хабаровске обсуждают, что местные власти не пустили в Хабаровск ОМОН из других регионов. Потому что им бы только дубинками махать. В минувшие выходные протестующим вышел министр здравоохранения края Александр Витько. Но конструктивного разговора не получилось. Что вы объясните? У нас же речь не поставлена. Что вы будете объяснять? Я не учился на оратора. Я учился на врача. Да ладно лицемерить. Чем больше у нас подохнет, тем вам лучше. Я как специалист по психозам могу сказать, что любой психоз можно накрутить на ровном месте только за счет ускорения подражательной динамики. Легко. А в толпе эта подражательная динамика циркулирует и накручивает всех. То есть подражает силе и брошенному властям вызову. То есть мы крутые, да мы здесь власть. Вот в этом смысле. По мнению врачей-психиатров, митингующие почувствовали свою власть и подражают поведению законной власти. То есть, если граждане считали, что чиновники не хотят их слышать, то и они теперь не будут их слушать. Поэтому обвиняют должностных лиц, на самом деле они обвиняют не конкретно их, а власть в целом. Сегодня трудно даже предположить, как будут развиваться события. Когда закончатся протесты, когда будет назначен в Рио губернатор и сможет ли он заслужить доверие избирателей. Но ясно одно. Хабаровск всем показал, что он, может быть, уже и не столица Дальнего Востока. Но понятие гражданское общество ему не чуждо. Антон Примачев, Николай Трохин. Смотри Хабаровск. Ситуация с митингами, по мнению некоторых экспертов, показала, что есть проблема в коммуникации между людьми и властью. Есть запрос на диалог. Сможет ли общественная палата Хабаровска стать площадкой для этого диалога?